Необычную презентацию по теме, которая напрямую не касается, я так понимаю, работы никого из нас, но тем не менее эта тема, насколько я знаю и уверен, многим людям близка и многие показали, что им это интересно. Это интересно в первую очередь мне самому, потому что на самом деле я очень люблю видеоигры. Сейчас я практически в них не играю, но раньше я играл довольно много в детстве, как многие из нас, я уверен. И, собственно говоря, в программирование я пошел с одной благой целью, это научиться писать видеоигры. Конечно, когда я пришел в университет на кафедру автоматизированных систем управления, я понял, что там играми и не пахнет, что там в основном математика, алгоритмы, и что, чтобы написать даже самую простую игру, нужно иметь довольно большие знания, опыт и тому подобное. Но, как бы, в общем, с тех пор как-то с играми у меня не завелось. Я начал работать веб-разработчиком, брать что-то из базы данных, показывать на экран, потом брать с экрана, класть обратно в базу данных. Ну, как бы, то, чем, собственно, многие из нас занимаются сейчас, но, как бы, игры остались все равно моим хобби сейчас. И, ну, как я сказал, я немного в них играю, но мне интересно, как игры делаются. Мне интересно, как работают анимации, как работает физика, как работают различные геймерские движки. И сегодня я хотел рассказать об одном движке, который на сегодняшний момент, насколько я знаю, является самым популярным для создания не только игр, различных виртуальных реальностей, различных прототипов, каких-либо 3D-туров и тому подобное. Это Unity. Ну, и даже если абстрагироваться от других каких-то вещей, от этих 3D-моделей и так далее, одна индустрия видеоигр только в прошлом году принесла 130 миллиардов долларов. И при этом доля мобильных видеоигр, она приближается к 25%, то есть к четверти от этих 130 миллиардов. То есть, в принципе, не только интересная вещь, но и довольно прибыльная. Так что, почему бы как бы не познакомиться, и кто знает, может кому-то это понравится, и кто-то начнет этим заниматься более профессионально. Вот, я перехожу к следующему слайду. Вот и тут я решил, что будет здорово показать небольшой демо-промо-ролик из Unity конференции 2015 года, прошлого, с несколькими играми. И пока вы будете ее смотреть, я выписал себе несколько фактов, то есть для тех, кто не знает, что такое, не слышал вообще, что такое Unity, чтобы как-то знания эти озвучить, чтобы вы имели базовое представление, что это такое. Так, сейчас я попробую это все запустить. Весь экран. Я надеюсь, меня не слышно. Я надеюсь, интернет будет работать. Ага, хорошо. Ну, Unity это платформа для создания 2D и 3D игр. Так, интернет. Интернет. Ладно. Unity это платформа для создания 2D и 3D игр. Виртуальной реальности и различных симуляторов. Впервые Unity была представлена в 2015, в 2005, извиняюсь, году на мировой конференции Apple. Изначально платформа позволяла создавать продукты только на Маке, для Мака. С тех пор Unity абсолютно фантастически развелась, и сегодня она поддерживает 22 платформы, включая Windows, Linux, различные браузеры, iOS, Android, различные вариации PlayStation, Xbox, Nintendo Wii, шлемы виртуальной реальности, Oculus Rift и другие платформы. Разрабатывать можно на Windows, на Mac и в скором времени и на Linux, на Ubuntu. Согласно данным Unity Technologies, 45% всех современных игр делаются на Unity. По их же оценкам, в 2014 году количество людей, которые регулярно играли в Unity игры, превысило 600 миллионов человек. В 2015 году количество только официально зарегистрированных Unity разработчиков превысило 4,5 миллиона человек. Unity представляет собой единую экосистему для создания моделей, анимаций, спецэффектов, физики, микса звуков и многого другого. Unity включает в себя мощные инструменты для дебага и профайлинга, аналитику, поддержку мультиплеера, встраивание в приложение рекламы, возможность совершать покупки из приложений, облачную сборку и многое другое. Разработчики могут писать либо на C-Sharp, либо на JavaScript. Весь код компилируется в бинарный формат целевых платформ, что позволяет добиться безупречной производительности. Одна из самых сшибательных фич Unity – это, конечно, Unity Market. Здесь можно бесплатно скачать и загрузить всевозможные модели, анимации, эффекты, скрипты, UI, звуки, законченные проекты и многое другое. Market можно просматривать не только из браузера, но и из самой Unity, загружать элементы в проект буквально несколькими щелчками мыши, тут же интегрируя их в ваш проект. Это позволяет сэкономить фантастическое количество труда. Как ни странно, Unity и почти все ее сервисы бесплатны, в том числе коммерческих продуктов. Unity остается бесплатной для вас до тех пор, пока ваше написанное на Unity приложение приносит вам доход меньше, чем 100 тысяч долларов в год. То есть довольно долго. Unity очень легко и интересно изучать. Эта компания подняла стандарт документации на абсолютно новый уровень. Огромное количество бесплатных официальных туториалов, видеоуроков для пользователей всех уровней, включая тех, кто никогда даже раньше не программировал. Компания регулярно проводит бесплатные открытые вебинары. Но самая большая сила это, конечно, гигантский дружелюбный комьюнити. Кроме форумов, компания поддерживает Q&A сайт формата Stack Overflow, полностью посвященный Unity. А ежегодные конференции Unite, проводимые по всему миру, стали одним из самых существенных событий в индустрии видеокейминга. Но это базовая информация про Unity. Теперь пойдем дальше. Про поддержку платформ. То есть, как я сказал, Unity позволяет, то есть сама Unity инсталлируется на Windows, Mac и в скором времени будет инсталлироваться на Linux. Хотя я пробовал Preview Build 2.0, он уже работает прекрасно, то есть мои тестовые проекты компилируются прекрасно. И все это можно переводить в iOS, Android и много-много других платформ. То есть тут их 22 получается на сегодняшний момент поддерживается. То есть буквально все, что можно себе представить. Очень большая фича – это полная оптимизация под hardware, на котором работает приложение. То есть можно написать код один раз и абсолютно не зацикливаться, на каком hardware будет он запускаться. Если он будет запускаться на hardware, где поддерживается NVIDIA Physics, например, для физики, то будет использоваться NVIDIA Physics. То есть это модуль видеокарты и приложение будет работать быстрее и лучше. Если он запускается на iOS или OS X, там где уже есть Metal, то Metal сразу будет использоваться. И приложение просто будет намного плавнее работать на этой платформе, ну и так далее. То есть это и самое важное, что по мере того, как новые какие-то hardware фичи выходят, то Unity это сразу в себя интегрирует. И ваше приложение ему не нужно меняться. То есть вы просто его запускаете на новой версии Unity, компилируете, и там уже есть поддержка нового hardware. Это очень-очень здорово. Базовая структура. То есть как, что представляет собой игра или какое-то приложение на Unity. То есть базовая единица в Unity это сцена. Сцена, о сцене можно думать как от уровней в игре. То есть в игре есть какое-то количество уровней, значит, как правило, в ней будет какое-то количество сцен. В сцене есть так называемый GameObject. GameObject это базовая единица в Unity. Как бы сцена, если думать в терминах ориентированных графов, да, то сцена этого, корень этого графа. И под этим корнем есть GameObject, их может быть много, очень много. И эти GameObject, к ним можно приоттачить различные анимации, звуки, логику на C-Sharp или на Unity скрипте. Unity скрипт это модификация JavaScript для Unity. Либо в физику. И все это делается одна. И все это снимается камерой. То есть на сцене есть одна или несколько камер. Камера это глаза, как бы то, что видит пользователь на экран. И вот вся сцена со всеми этими анимациями, GameObject, она снимается камерой. То есть камеры можно позиционировать каким-то образом. Камер может быть несколько, например, зеркало заднего вида в машине. Это тоже дополнительная камера, только маленькая, которая проецируется на зеркало. И каждому объекту можно, в свою очередь, оттачить компоненты. Компоненты, они какие-то элементы поведения могут включать объектов. И опять же, как аудио, там работа с сетью. То есть объекты могут независимо работать с сетью. Физика может хронизироваться для объектов и так далее. Все это выглядит очень абстрактно. Давайте я вам покажу, как это выглядит в проекте. То есть это так называемый Unity Redactor. Это пустая сцена. Тут нет ничего, кроме главной камеры. Я надеюсь, это видно. Немного приближу. У нас есть камера. Это такой конус, который от нее исходит. Это наше поле зрения. Ну и есть источник света. Это вот солнышко. Это наш источник света. Все, пока тут ничего нет на этой сцене. То есть можно сюда добавить какие-нибудь гейм-объекты. Например, можем взять, добавить сюда 3D-объект. Базовый куб. Добавили куб. Без ничего. Можно немного подвинуть сюда. Посмотрим, будет ли вид на его в камеру. Да. Получается, куб у нас виден четко в центре камеры. То есть мы запустим play. То есть внизу у нас появляется гейм-вью. То есть вверху у нас наша сцена доступная для редактирования. То есть я могу здесь подвинуть этот куб куда-то. И в гейм-вью он сразу двигается. Я могу добавить, например, еще один куб. Сделать что-то чуть более интересное. У нас есть еще один куб. Вот над этим кубом поставим. Четко один над другим. Посмотрим. Два куба один над другим. И теперь, например, можно к нашему верхнему кубу добавить элемент физики. Давайте попробуем добавить rigid body. И с массой один. Дефолтные значения. Как думаете, что сейчас произойдет, когда я нажму play? Давайте посмотрим. Ну, он упал на этот куб, который внизу. Он его поддерживает. Давайте попробуем этот куб из-под него вытащить. Раз, раз. Все, улетел. Видите, этот куб летит. Летит. Видите, его координата минус 300, минус 400. То есть, он будет так до бесконечности падать. В принципе. Ну, как бы, фишка в том, самое прикольное, что мы можем, не выходя из этого, прям проигрывая игру, мы можем менять какие-то параметры. Можем изменить там положение. Взять этот куб верхний, немного там приподнять. Видите, он сразу падает у нас. Мы можем его стащить. Все, и он упадет. То есть, не нужно пересобирать проект. Все происходит в реальном времени абсолютно. Я еще хочу показать, как добавить базовый скрипт. Давайте к этому верхнему кубу добавим скрипт, назовем его jump. Раз, новый C-Sharp скрипт. Будем его открыть. Ага, сейчас загружается. Unity, я сейчас работаю с C-Sharp, Unity использует Mono. Если кто-то знает, это опенсорсная имплементация C-Sharp, то есть кроссплатформенная. Так, сейчас загружается. Ну, тут видно превью от этого скрипта, который я сделал. Public class jump. Который наследует MonoBehaviour. У него есть два метода. Start и Update. Метод Start запускается один раз только при изначальной загрузке сцены. Метод Update запускается при каждом фрейме. То есть, если хороший фреймрейт, то этот метод будет запускаться где-то 60 раз в секунду. Я не знаю, оно у меня немного подвисло. Попробуем сделать ForSquid. И... А, он начал загружать в Visual Studio. Зачем мне Visual Studio? Давайте попробуем еще раз. Jump script. Set jump. Open. Так, сейчас начнем загружать. О, на этот раз загрузил MonoDevLot. Ну, шикарно. Вот наш метод Update. Давайте попробуем сделать, чтобы наш куб подпрыгивал при нажатии на него мышью. В мини-игру. If... Опс, это русский. If... Input... Get mouse button down... Ноль. Это у нас левая кнопка мыши. Насколько я помню. Давайте... Get component... Rigid body... Rigid body... Это наш вот этот компонент, который за физику ответственный. Add force... Приложим к нему силу. Вектор 3 up. Up, вверх, force mode, force mode, impulse. Это, значит, моментальная сила к нему прикладывается. То есть, как такой толчок резкий. Так, чтобы он это сохранить. Посмотрим, скомпилировав, скомпилируется ли оно. Так, вот наш куб. А, видите, он дергается, но силы явно мало, чтобы его оторвать. Давайте попробуем, не выключая, кстати, наш плеер, это перейти сюда, нажать вектор 2, вектор 3, точнее умножить на 2. Увеличим нашу силу в 2 раза. Скомпилировался, видите, и куб уже подпрыгивает намного выше. То есть, я могу его... Сейчас, немножко этот сюда подвину. Уп. Можно вверх туда закинуть, пал, и все, укатился. В общем, вот так вот оно работает. То есть, можно довольно быстро какие-то прототипы создавать, довольно быстро это все отлаживать, проигрывать. То есть, возможности практически не ограничены. Так, возвращаясь к нашим слайдам. А, Unity Store. Хотел очень поговорить об этом немного отдельно, потому что Unity Store это такой же Store, как, например, Android Store, либо Apple Store. Только здесь можно покупать кусочки для ваших игр, уже готовые. Вот, assetstore.unity3d.com. Вот, и здесь есть куча категорий. 3D-модели, анимации, аудио, скрипты. Вот, здесь какой-то deal 50% off. Давайте посмотрим, что это такое. Это эффекты для камера-фильтр пакета. Фильтры для камеры, получается. А, то есть, как битые, простреленная камера и так далее. Сколько это все стоит сегодня? 25 долларов. То есть, чтобы написать такой фильтр, например, на камеру, это, ну, не знаю, несколько месяцев девелопмент времени нужно. Но здесь можно за 2-5 долларов купить целую кучу фильтров, которые поддерживаются разработчиками. Просто импортировать их в проект. Здесь одной, эту wishlist тут есть. История версий. А, вот, Open Unity. Можно прямо открыть его в Unity, загрузить в проект, то есть, там, добавить кредитную карту, то есть, и можно таким образом покупать там музыку, какие-то скрипты, искусственный интеллект для игр, все что угодно. То есть, там, буквально потратив до 100 долларов, можно уже там 85% игры построить из высококачественных каких-то компонентов, которые поддерживаются профессионалами в этой области. Это гениально абсолютно. Вот, о том, как изучается Unity, какие есть ресурсы. Ну, во-первых, есть куча официальных видео и текстовых туториалов. Есть документация прямо внутри Unity, очень легко доступная. Давайте попробуем вам показать. Вот, например, у нас есть Box Collider. Компонент, который приатачен к нашему кубу. Если мы нажмем здесь вопросик, вопросик, сразу нас перебрасывает на Box Collider, какие здесь есть Properties и так далее. То есть, ребята очень-очень много времени и усилий потратили на то, чтобы вот эти вот значки с вопросиками их расставить буквально везде, где только можно. И чтобы можно было легко и быстро такую контекстуальную помощь получать. Вот, потом, форумы, тоже отличный источник, там очень такие дружелюбные ребята, всегда помогают, я сам на себе это испытал. Но я, как бы, не постоянно этим, естественно, занимаюсь, я это как хобби, но все равно никаких вопросов к тому, что ты новичок, пойди почитать документацию, там нет. Потом Unity Answers, это тоже можно открыть, это сайт, такой себе клон Stack Overflow, тут есть вопросы и ответы, за вопросы можно голосовать, оставлять комментарии и так далее. Ну, по сути, клон Stack Overflow, только все вопросы на одну тему, про Unity, тоже шикарно. Потом локальные группы пользователей, у нас в Украине, по-моему, есть две группы пользователей Unity, не помню, возможно. Элджиум, Беларусь, Германия, Индия, Италия, Мексика, Филиппины, Россия, Швейцария, Украина, GameDev Community Block, Unity, Ukrainian Unity User Group. Да, есть тоже. Ну, и еще такой серьезный момент, что есть очень много туториалов, видеотуториалов, материалов от сторонних людей. То есть, если на YouTube ввести Search Unity Tutorial, то есть куча каналов, которые только и занимаются тем, что создают бесплатные видеоуроки по Unity. То есть, недостатков каких-то, причем эти туториалы все, они рассчитываются, как правило, на людей, не программистов. То есть, у Unity, чем она хороша? Тем, что этот входной порог разработки, он низкий настолько, что буквально люди с какими-то базовыми, возможно, навыками программирования или что-то, могут скачать это все и начать на этом работать, потому что материалов для обучения очень и очень много и очень-очень доступных материалов. Так, Unity Cloud Build. Да, еще хотел сказать и показать, возможно, вместе с Unity идут отличные тестовые проекты. Сейчас я попробую открыть один, показать. Open Project, Standard Assets, Don't Save. И вот, например, здесь есть уже набор сцен. Давайте попробуем вот этого открыть. 2D Character. Вот, кстати, пример 2D игры, стандартного платформера какого-то. Видите, как 2D игра, это, по сути, та же 3D игра, только где везде Z-координата равна нулю. Если мы ее запустим. Вот, тут есть какой-то персонаж, можно бегать, прыгать, толкать ящики. Какие-то, причем, если я приберусь сюда. Я могу эти ящики двигать, хотел показать прямо в реальном времени. Камера, ящик. Я могу этот ящик переместить и поставить, бросить где-нибудь здесь. То есть могу менять конфигурацию игры, прямо играя, и смотреть, что лучше всего будет работать. Вот, потом, можно, например, Aircraft Particles. Particles, например, это демо-сцена, которая показывает физику. То есть тут можно создавать взрывы, просто нажимая, и разлетаются квадратики в разные стороны. Эти все сцены, они очень простые. То есть, если посвятить одну презентацию, разбору такой сцены, я думаю, мы с лихвой ее бы разобрали. Тут ничего абсолютно сложного нет, и можно очень быстро это освоить. Ну, давайте покажу еще Aircraft Jet. Это уже более сложная сцена. Здесь такой симулятор полета. Самолет. Тут надо пролетать через кольца. Я никогда этого не умел делать. Но смысл вы поняли. То есть здесь самолеты можно управлять со всякими эффектами, с физикой. Видите, за ним эти хвосты тянутся, все это можно менять, изменять и тому подобное. То есть тестовых сцен тоже с машинами есть и так далее. Но они все такие. Вот это самолет, это самое сложное, по-моему. Остальные все попроще. Unity Cloud Build. Абсолютно гениальная вещь. Это типа Jenkins'а или Bamboo, если кто-то знает, только работающая чисто с Unity. Она позволяет мониторить исходный код, позволяет настроить, для каких платформ собирать билды. И когда есть какие-то изменения в исходном коде, она автоматом запускает билды, рассылает всем письма, например, со ссылками на веб-плеер, где можно посмотреть прямо в браузере, либо со ссылками, где можно загрузить на айфон или андроид-девайс. И сразу его протестировать. Я вам тоже его покажу. Тут есть тестовый проект. Сейчас, если меня сюда пустят. Да, вот это мой тестовый проект. У меня тут есть две конфигурации для веба и для андроида. Я сюда нажму тут. Сейчас, по идее, можно будет видеть историю всех моих билдов. Вот, summary changes, logi. То есть, если это веб-плеер, я могу нажать play и сразу начнет проигрывание моего проекта. Здесь. Вот, если это андроид, я могу нажать download apk. Опять, если я это делаю с мобильного устройства, могу тут же установить это себе. Могу посмотреть, какие изменения были в каком билде. Commit. Git commit, который был в этом билде. Файлы измененные. Тоже все абсолютно здесь есть. Все абсолютно бесплатное, как ни странно. Conclusion. Ну, про плюсы я уже, в принципе, сказал. Это то, что первое, это основное, то, что столько платформ, поддерживаются всевозможные платформы. Оптимизация для каждой платформы тоже сногсшибательная. Unity Store. Можно по кусочкам накупить себе профессиональных элементов для игры. Все это построить вместе, только дописать там нужную логику, легкую кастомизацию. У вас есть профессиональная игра, которую можно продавать. Документация шикарная. Cloud Build. Либеральный прайсинг. Ну, про прайсинг можно сказать отдельно. Я сказал, что Unity бесплатная до тех пор, пока ваш продукт не приносит больше, чем 100 тысяч долларов в год. Но как только ваш продукт начинает приносить больше 100 тысяч долларов, Unity резко становится очень даже платной. То есть, базовая версия стоит полторы тысячи долларов. И если вы хотите собирать под iOS, вам надо заплатить еще полторы тысячи. Если под Android, то еще полторы тысячи. То есть, такой пулл стек 4 с половиной тысячи долларов. Ну, с другой стороны, если вы получаете 100 тысяч долларов на вашем приложении, то вам, наверное, все равно, как-то женскую 4 с половиной тысячи разово заплатить. Очень быстрое прототипирование, как я показал. Ну, и so much fun. Это действительно, это именно то программирование, ради которого многие из нас шли в программирование. То есть, мы не шли в программирование, чтобы там какие-то базы данных мы не знали. Многие из нас просто увидели какие-то игры, красивые анимации, эффекты, и пришли сюда делать это. Потом мы, конечно, разочаровались, что это делать совсем непросто, и что есть другая работа, за которую нам платить будут. Ну, вот это именно то, что приносит, по крайней мере, мне огромное удовольствие. Ну, и самое важное, минусы. Здесь это как раз тот раздел, через который можно пройти очень-очень подробно, особенно с учетом того, сколько есть на рынке сейчас видеодвижков. И хоть Unity такой популярный, но есть десятки других видеодвижков. Почему использовать Unity? Как бы, это каждый может решать для себя, основываясь на вот этих вот недостатках. Например, то, что Unity, как я заметил, она довольно тяжелая для простых мобильных игр. Ключевое слово для простых. Если игра какая-то трехмерная, с какими-то суперэффектами, ну, знаете, да, вот эти десктопные игры, которые просто на мобильных устройствах работают, то Unity это то, что надо. Но если вот игра, как я показывал, вот этот человечек там прыгает, то есть, например, для Android пустой APK-файл там с одним кубиком или с чем-то занимает порядка 25 мегабайт. То есть, это довольно много, да, для пустоты. То есть, по мере того, как вы туда начинаете добавлять там пару картинок, там добавите, файл сразу становится уже в районе 50 мегабайт. А если он 50 мегабайт, то надо делать APK-сплит. То есть, тоже как-то для простой игры сразу 50 мегабайт сходу не очень хорошо. Потом второй недостаток, я не знаю, насколько он сейчас валидный, но еще несколько месяцев назад он был валидный, это то, что Unity 5X, ну, 5X это последняя версия Unity, она принесла баг, благодаря которому некоторые Android-устройства, включая вот такие не самые топовые, как мой Lenovo телефон, например, они не очень быстро работают с Unity-приложением. Они иногда подтормаживают, иногда даже виснут. Вот, это известная проблема, в частности, из-за того, что не оптимизирован, ну, при апгрейде не оптимизировали шейдеры, так называемые, ну, это то, что рисует, собственно, на экране графику. Ну, об этом известно, над этим вроде работает, но я не знаю, насколько это починилось сейчас и насколько это проблема. Если вы не используете Android, то это не проблема. Третий это старый C-Sharp и .NET. Unity сейчас, ну, Unity работает с Mono, то есть построена на Mono, по крайней мере, C-Sharp, часть Unity, построена на Mono. И Unity использует Mono 2.6, в то время как последние Mono версии 4.2.2. И, насколько я знаю, Unity использует C-Sharp 3.0 с небольшими модификациями, в то время как последний C-Sharp 6.0. То есть, это, в принципе, там можно делать все, что угодно, всякие классные фичи, которые появились в последних C-Sharp, о которых я понятия не имею, потому что я C-Sharp не знаю сам, но многие люди очень из-за этого расстраиваются. Ну, это все равно, что там на Java 1.1, да, разрабатывать современные приложения, то есть довольно депрессивно. Ну и огромный класс MonoBehaviour, от которого наследуются все GameObjects, это так называемый God-класс, да, то есть класс Бог, в котором есть все, что вам когда-нибудь понадобится от GameObjects и куча вещей, которые вам никогда не понадобятся. С одной стороны, это здорово, просто всегда наследуете один класс и делаете вашу логику там, но с другой стороны, для людей с каким-то background опытом программирования это может и не так здорово, потому что как бы слишком много всего подтягивается. Так, ну и в принципе, наверное, как бы все. Если у кого-то есть вопросы, с радостью на них постараюсь ответить. Так, спасибо большое. А вот поступил вопрос, разница от C-Sharp и JavaScript, то есть я сказал, что можно в Unity писать на C-Sharp и на JavaScript. Вообще, разницы практически никакой, то есть это чисто up to you. То есть это для тех, кто знает C-Sharp, можно писать на C-Sharp, и для тех, кто в JavaScript, можно на JavaScript. Документация всегда поддерживает два языка. То есть там всегда есть чекбокс, показывать на C-Sharp, либо на JavaScript все примеры. Вообще, в последнее время я на форумах читал тенденцию, что рекомендуется все-таки использовать C-Sharp, потому что есть планы все-таки проапгрейдить моно, проапгрейдить C-Sharp, но сейчас C-Sharp используется, насколько я помню, где-то порядка в 70% всех проектов Unity, JavaScript где-то порядка в 30%. Опять же, это дело личного предпочтения, никто не собирается деприкатить JavaScript anytime soon, насколько мне известно. Вопрос. Знаешь, какие-то самые популярные игры, которые написаны были на Unity. И такой вопрос, как занимаются они поддержкой, например, выходят новые технологии, новые видеомарки. Новая технология, это DirectX 12. Вот как, если это отдельная команда, это занимается все Unity, в общем, в какой-то сходе шли. Да, то есть, два вопроса. Первый, какие популярные игры на Unity, исключая Hearthstone, я знаю. Второе, это, когда выходят новые hardware какие-то, ну, или software, там, низкоуровневые фичи, как DirectX 12, то есть, как Unity это адаптирует, да, то есть, ну, по первому вопросу, вот, например, City Skylines, это очень, такая, ну, одна из довольно популярных стратегий типа SimCity, она там была, кстати, в ролике. Вот, вообще, есть замечательный сайт Made with Unity, насколько я помню. Made with Unity, Unity, да, Made with Unity.com и здесь есть, ну, не знаю, полный список, не полный список, ну, здесь, как бы, есть, приводятся и вводятся какие-то интервью с теми, кто их создавал, Barhammer, там, тоже на Unity, насколько я помню, вот, ну, я, я не могу сейчас привести, там, какой-то супер список, то есть, это можно найти, в том числе, на этом сайте, я думаю, как бы, игр довольно много, в то же время, как бы, на других видеодвижках, это там, ну, даже если верить Unity, то, что это 45%, возможно, они приврали, что это 45%, но, в любом случае, остается еще там 55% или сколько-то процентов игр, которые написаны на других движках, Mortal Kombat, насколько я знаю, написаны на Unreal, вот эти все последние Mortal Kombat, вот, по поводу адаптации нового hardware, да, как я сказал, это происходит все прозрачно, то есть, появляется, например, там, какой-нибудь Vulcan, да, или OpenGL там, 4.6, какой-то, последний, и просто выходит новая версия Unity, вы открываете ваш проект, нажимаете там кнопку Play или Build, и уже выходные артефакты, там, архивы, они уже, если их установить на машину, где есть Vulcan или OpenGL 4.6, они уже будут использовать вот эти новые там шейдеры, то есть, они уже будут оптимизированы, и, ну, да, я думаю, в Unity есть отдельные команды, которые этим занимаются, у них есть офисы по всему миру, включая Одессу, кстати, есть центр разработки в Одессе, я этого не знал, не знаю, насколько он активный, я смотрел, там открытых позиций нет, на сейчас, вот, но, как бы, людей довольно много, они постоянно хайрят, то есть, там, порядка 150 открытых позиций у них есть, вот, еще вопросы, может, да? По ценам, Unity стал бесплатным только в прошлом году, сколько лет? Ну, здесь история тогда, по ценам, Unity стал ли Unity бесплатным только в прошлом году, здесь история такая, что вообще у них исторически были две версии, это типа платная и бесплатная, платная версия была полная, бесплатная была обрезанная, но последние годы, последние несколько лет, они, вот эту разницу между этими двумя версиями, она все сокращается, 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 и сейчас эти версии практически идентичны, за исключением того, что в бесплатной версии в вашей игре будет Splash Screen Made with Unity, который вы не можете, ну, не имеете права убрать, то есть, пока ваша игра загружается, там, на экране будет Made with Unity написано, в принципе, все, насколько я знаю, возможно, там и какая-то аналитика собирается, еще дополнительная, что-то такое читал, но никаких таких глобальных, раньше там было, нельзя было синхронно уровни загружать в бесплатной версии, только в платной, вот, ну, такого плана вещи, сейчас обе версии полностью идентичны, то есть, все сводится к тому, что сколько вы денег на этом зарабатываете, если у вас небольшой бизнес, используйте бесплатно. Ну, кстати, еще вопрос по поводу, сколько вы зарабатываете, вот, допустим, у меня есть команды разработчиков, здесь человек, каждый стоит в ЮНИ, бесплатные. Я говорю, мы привысь лета, ЮНИ, нам будет идти за каждую станцию. Это хороший вопрос, я, честно говоря, ну, я думаю, да, то есть, вообще, они делают аналитику по конкретной игре, то есть, если вот они смотрят, например, что ваша игра стоит там 100 долларов, а на плей-маркете у нее 2 миллиона скачиваний, естественно, вы заработали больше, чем 100 тысяч долларов, то есть, она вам предъявит счет. Но как они это сделают, там, на каждую, вообще, да, у них, есть лицензии, такие, типа, корпоративных, но основная лицензия, как бы, да, наполнена на рабочую станцию, так что, не знаю, точно. просто интересен такой фактор, как они говорят, что вы заработали больше 100 тысяч, если у тебя, допустим, в мобильном приложении где бесплатно толкается, во в нем есть реклама, с которой ты зарабатываешь. Ну, ну, в таком случае, я не знаю, можно, можно обмануть, я думаю, при желании, но... А вот этот магазин, кстати, с YouTube, это 100, то есть, там, бесплатного, много? Куча, куча, да, там, этот магазин, это клондай, абсолютно, на все темы, там, модели всякие, искусственный интеллект, всякие модели, анимированные, не анимированные, есть компании, которые только занимаются тем, что выпускают ассеты на этот Store, то есть, они не пишут игры, они делают там всякие фигурки, персонажи, там, юзер интерфейсы, всякие, то есть, профессиональные компании, там, с профессиональной поддержкой, там, со своими форумами, и так далее, то есть, которые чисто работают на Unity Store, и бесплатного, там, ну, очень-очень много, то есть, там, буквально, вести поиск, вот, я сейчас могу показать, можно, кстати, вводить, прямо вот отсюда, например, мне нужна там трава, да, Grass, вот, оно мне здесь выводит локальные ассеты, но, здесь вот есть Asset Store, я могу сразу сюда нажать, и оно мне вот выводит Free Asset, и Paid Asset, внизу, то есть, я вот могу нажать сразу на Free Asset, вот, растянуть, вот, я вижу, у меня есть уже материал травы, готовый, то есть, я могу нажать Import Package, здесь же, вот, оно его сразу загружает мне в проект, и я сразу его могу использовать, то есть, все сделано для людей, там AdWords, AdWords, как и есть в Store, кто? AdWords, ну, так же, как и в Android, там, в Store, так же, как в Apple Store, вот, то есть, я могу, вот, оно мне дает материалы, которые есть, я нажимаю Import, Importing, оп, вот оно у меня все тут появилось уже, я могу покрасить самолет, покрыть самолет травой при желании, вот, удаленно у кого-то вопросы есть? Вопрос по анимации, вот, по поводу анимированных моделей, Unity предоставляет какие-то средства для анимации, или для этих целей используют какие-то сторонние? Все up to you, как бы, в Unity есть встроенная, вот, есть вкладка аниматор, сейчас она пустая, я бы хотел найти тут, конечно, что-то показать, но, по сути, в Unity встроен такой, мини 3D Max, который заточен под сам Unity, который позволяет делать, там, абсолютно фантастические вещи, сейчас я бы хотел найти какую-нибудь, анимацию, animation, animation, Jet Flower, например, Jet Flames, ага, тут есть какая-то state-машина, которая, сейчас, animation, не, ну, сюда надо какую-то модель притащить, чтобы она показывала, в общем, да, в Unity есть очень-очень развитый инструмент анимации, он называется механиум, насколько я помню, это такой, как полуотдельный продукт, который внутри Unity, у него там свои форумы есть, своя поддержка, он обновляется регулярно-регулярно, и возможности здесь очень-очень большие. Можно использовать сторонний, сюда Unity поддерживает импорт, импорт моделей, из тех же там, из 3D Max, из Maya, например, есть там специализированные какие-то средства анимации, например, Spine 2D, популярная вещь, она тоже отлично с Unity интегрируется, то есть можно делать модели там, импортировать в Unity, можно прямо в Unity все это делать. Да, я собственно про это и спрашиваю, где нам лучше заниматься моделированием и текстурированием, насколько богатый фундамент в самой Unity, или лучше все-таки стандартный 3D Max, в Maya, если ты спрашиваешь. Текстурирование, я не уверен, что есть в Unity, то есть если нужно именно создавать текстуры, вот эти с треугольников, то есть все это потом можно симпортировать в какой-нибудь FBX, формат и импортировать в Unity, потом уже натягивать на него материалы и тому подобное. Здесь же. А для моделирования что-то базовое есть? Или только импорт объекта, взаимодействие, построение сцен уже из этих импортированных объектов? Я думаю, скорее построение сцен. То есть если нужно создать какую-нибудь 3D-модель, какого-нибудь персонажа, то есть здесь в Unity очень много инструментов для так называемого вайринга. То есть там можно взять, грубо говоря, скелет и на него нанизать какие-то модели, текстуры, так называемый аватар, по-моему, это называется. в Unity не знаю, насколько это термин распространенный в GameDeveloper, ведь они в GameDeveloper сам. Но можно взять это все, можно привязать к нему какую-то инверс кинематику, как-то это все отрегулировать и так далее. Но само рисование в Unity нет, скорее нет. Вот, ну, еще вопросы есть у кого-то, может... Вот, тогда спасибо большое, как бы, пожалуйста, попробуйте установить эту штуку, запустить тестовые проекты, вы не пожалеете. Хотя бы полетать на самолете локально, вот на этом, вот это уже, там, потом поменять ему цвет, вот это выхлопных газов, это уже, по крайней мере, у меня вызвало кучу восторга. Так что, все это бесплатно, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье, как говорится. Всем спасибо. Спасибо большое тебе, Денис, за сегодняшнюю презентацию. Спасибо. Спасибо. Спасибо.